Родной и любимый дом. Неважно, живем ли мы в нем много лет или только-только переехали. Хочется, чтобы было комфортно и спокойно, а под окнами свежу от зелени. Но что делать, если во дворе вместо цветущей сирени благоухают помойные контейнеры? Вместо шума детворы на детской площадке приходится наслаждаться грохотом загружающейся техники и день за днем наблюдать, как ей же разбиваются дороги, по которым и без того в ненастную погоду не проехать. У жителей домов номер 23В и 34 по улице 2-й железнодорожной пока все это только в перспективе. На месте планируемого места под мусорные контейнеры заложен лишь фундамент. Но, по словам жителей окрестных домов, все прелести скорой плохо пахнущей жизни совсем не за горами. Уже на днях местное ЖЭО должно довести дело до конца и установить мусорные контейнеры. Двор у нас в принципе не облагоустроен по большому счету. Если брать помойки, которые поблизости находятся, то они все в пошаговой доступности. Никогда проблем особых не было с их перегрузом. Всегда всех все устраивало, никто нигде не жаловался. Но здесь, по словам жильцов, не поделили ЖЭО что-то между собой. И поэтому хотят разделить, чтобы у этого дома была тоже своя помойка. Но так же, как и мы, жители частного сектора, жители дома, они тоже против. У них, получается, она стоит вообще прям напротив подъезда. Выходишь и упираешься как бы в мусорные баки. С одной стороны, дополнительные мусорные контейнеры в районе, где много жилых домов, это неплохо. Вопрос в том, почему помойку решили организовать именно практически под окнами домов. Причем, не соблюдая необходимую установленную законом дистанцию 20 метров. Мы собственноручно рулеткой измерили расстояние до ближайшего дома. Получилось меньше 15. До другого едва-едва 20. Но жителям все равно хочется посочувствовать. Вид и запах из окна вряд ли будут их радовать. Не перед же подъездом, не знаю, но куда-нибудь в сторону ее отнести. Есть варианты там поставить еще куда-нибудь ее как-нибудь подумать, огородить. Но так как хотят и здесь поставить, как нам сказали, просто будут стоять мусорные баки, никаких экранов, ничего. То есть просто два контейнера, в которые все будет скидываться. Пока в планах у жителей теперь уже злополучных домов написание писем во всевозможные городские инстанции с надеждой, что это недоразумение и установки контейнеров все же не произойдет. А в мечтах детская площадка и отремонтированные дворовые дороги. Чем обитатели второй железнодорожной хуже других?